Сформированы эффективные управленческие механизмы, которые способны качественно работать на благо жителей Рязанской области. Считаю, что я выполнил задачу, которую ставил передо мной президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал, общество доверяет власти. Дать оценку деятельности теперь уже экс-губернатора Олега Ковалева – это понять, какой вклад в развитие региона он внес. На этом девятилетнем пути были яркие победы и досадные промахи. И заслуг, к примеру, строительство северной окружной дороги, построенный по федеральной программе «Перинатальный центр», спортивные комплексы и объекты социальной инфраструктуры, а также строительство заводов «Форт Технониколь», запуск завода «Бервелл». При прежнем любимом, так постепенно мы выходили из кризисной ситуации, при генерале Шпайке у нас были такие интересные всякие. Олег Иванович занимался стабильным поступательным развитием области. Спасибо ему огромное. Будем ожидать от молодого новых инициатив по развитию и привлечению инвестиций в наш регион. Так стабильнее, ура. То, что что-то изменилось, я не знаю, по-моему, нет. Как было, так и есть. Вы знаете, я крайне редко здесь в Рязани нахожусь, но город, в общем-то, заметно меняется. Вот я приезжаю, допустим, каждые три месяца, что какая-то новинка есть. Ключевое событие первого срока Ковалева – это, конечно же, лесные пожары, после которых лесная зона региона до сих пор не восстановилась. Бездействия губернатора до приезда Владимира Путина не вспомнить нельзя. Не обошлось и без скандалов с заместителями губернатора. Здесь же громкие аресты приближенных – замгубернатора Андреева, главного архитектора Рязани Харибутовой. До сих пор не расследовано исчезновение гарантийного фонда – 78 миллионов рублей бюджетных денег из мастер-банка. К концу правления Ковалева обострилась проблема обманутых дольщиков. Один за другим в Рязани останавливаются строительные проекты. Счет уже идет на сотни семей. Профессиональный строитель Ковалев оставляет строительную сферу в пугающем состоянии. Взрыв в осеннем переулке. Просьба жильцов провести качественную экспертизу конструкции дома и распоряжение губернатора в короткие сроки восстановить дом и переселить жильцов обратно. Людей выгоняли из гостиницы временного проживания. В сфере ЖКХ вообще остается много вопросов. Тарифы в платежках растут. В 21 веке люди в Рязани продолжают жить в трущобах, а в отдельных домах по месяцу не могут решить вопрос с прорывом трубы в котельной. Многие дворы все чаще напоминают помойки местного значения. Выбросы в атмосферу токсичных веществ, заводов регулярно превышают допустимую концентрацию. В непосредственной близости от города происходит незаконное захоронение химических отходов. Наша жизнь изменилась к худшему, во первую очередь. А во-вторых, в Рязани мало что сделано за это время. Фактически ничего. Вот дороги не чистят сегодня. У меня было ощущение, что как-то губернатор не наш. Вот все-таки маловато для города делается. Хотелось бы, чтобы дороги были получше и почище было бы. Коммунальные услуги у нас выросли. Улицы убираются плохо. В России вообще все улучшается. А в присутствии Ковалева я что-то не почувствовал. ЖКХ как был беспорядок, так и остается. И когда это наладится, неизвестно. То, что начали строиться огромное количество домов, это да. Но извиняюсь, у нас сейчас, вот буквально пару дней назад, здесь был митинг, где куча народа требовала, чтобы наши дома не построили. То есть просто обобрали народ. По детским садам, я просто сам сейчас юрист, у меня сейчас губернатор считывается, что вот в Рязанской области полностью ликвидирована очередь на детские сады. То, что все у нас замечательно, хорошо. Но вот у меня, например, 18 обращений лежит от людей с просьбой оказать содействие в получении места в детском саду в Рязани. То есть отчеты, конечно, хорошие сдавались, а по факту ничего хорошего я особо не заметил за эти 9 лет. Бесконтрольная застройка в Есенинских местах, Солочи, исторических местах города и области в вопросах сохранения стоит как никогда остро. А на практике до сих пор происходит разбазаривание этих земель и использование не по назначению. Если вы хотите сказать, что губернатор плохой, вы так и говорите. Он мне не нравится. Ну что ж, я не рубль, чтобы всем нравиться. Не червонец, как говорится. Возможно, многих этих вопросов не было, если бы губернатор был более открыт к средству массовой информации. Кстати, заявление о досрочном прекращении полномочий Ковалев сделал на заседании облправительства. Отстраненные от работы губернаторы трех других регионов собирали пресс-конференции. Ну, хочу, во-первых, поблагодарить всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы также ответственно и честно работали под руководством нового губернатора. И третье. Хочу всех вас заверить и в вашем лице все рязанское общество, что где бы я в дальнейшем не работал, всегда буду помогать Рязанской области. Всем спасибо и всем работать. Тем не менее, накануне 13 февраля у здания правительства Рязанской области прошел одиночный пикет в поддержку губернатора Олега Ковалева. На плакате, который держит молодой человек, написано «Олег, не бросай Рязань». Вполне вероятно, акция носила ироничный характер. Продолжение следует...